Рад видеть вас вновь на официальном канале M5Stack. На этой неделе у нас есть отличные новости для желающих программировать на MicroPython не онлайн. Мы разработали замечательный плагин для Visual Studio Code. Нам необходимо подготовить компьютер для работы CSP32. Скачаем драйвер Silicon Labs. Также скачаем VS Code. Установим плагин. Методика установки драйвера для каждой операционной системы своя. Если у вас последняя версия Mac OS, то необходимо дать разрешение на установку драйвера. Для Windows и Linux я пропущу, однако вы можете узнать на сайте в разделе документации. Обязательным шагом будет загрузка программного обеспечения MicroPython, память базового устройства. Способ загрузки для каждой системы опять же свой. Но можно поступить проще и использовать приложение M5Burner или ESP Tool с необходимыми библиотеками. Ознакомьтесь с документацией. На момент записи видео была доступна версия UI Flow 1.3.2. Версия 1.3.0 существенно отличается от основной ветки программного обеспечения MicroPython. Поэтому проекты, сделанные на устаревшей версии, например на 1.2.3, будут несовместимы. После прошивки устройства его необходимо перевести в режим USB. Драйвера и VS Code должны быть уже установлены. Добавим плагин M5Stack MPY. Установка займет несколько секунд. По окончании внизу появится кнопка «Добавить M5Stack». Если ваш M5 уже подключен, то можете сразу начинать с ним работу. Сейчас посмотрим, что в памяти устройства. Видим некоторые изображения. Также мы можем напрямую запускать любые Python скрипты. Для этого нажмите на кнопку «Воспроизвести» вверху справа. Путем редактирования JSON-файла с настройками мы можем определить скрипт при автозагрузке. Кроме того, в данном файле хранится имя и пароль от Wi-Fi, к которому подключается базовое устройство. Повторюсь, что данная версия прошивки отличается от той, что в главной ветке. Мы используем версию MicroPython 1.10. На официальном сайте в разделе с документацией есть примеры для работы со стандартными модулами. Что касается специальных модулей, они в процессе разработки. Посмотреть API можно на GitHub в репозитории UI Flow Code. Если вы хотите исследовать доступные модули для устройства, то вам понадобится использовать последовательные соединения. Откройте терминал VS Code путем нажатия сочетания клавиш Ctrl-тильда. Укажите имя приложения терминала, порт и скорость. Увидите пустой экран консоли. Для того, чтобы завершить процесс, нажмите сочетание Ctrl-C. Сейчас вы видите текущую версию MicroPython. Чтобы узнать больше, введу команду Help. Для просмотра всех модулей в скобках в одинарных кавычках введите слово Modules. Помимо стандартных MicroPython модулей, мы видим еще и специализированные для M5 Stack. В указанном ранее репозитории хранится плагин из данного видео. Изучайте руководство и учитесь создавать собственные MicroPython программы для M5. Если возникли трудности, то спрашивайте в комментариях и посещайте сообщество. Не забывайте жать «Нравится», «Подписаться». Увидимся в следующих видео. До свидания. Ведущий Люк Хендерсон перевел на русский язык Димми. Текст озвучивал Сергей Колбинцев.